всем здравствуйте мы начинаем прямую трансляцию творческой встречи с выдающимся пианистом лауреатом нескольких десятков престижнейших международных конкурсов александром александром яковлевым здравствуйте александр добрый день ну вот я часто всегда меня немножко слова пугает выдающиеся какими-то частями тела я не знаю чем мыслями какими-то глобальными по сути пианист на настоящий артист он прежде всего является передатчиком передатчиком замысла замысла композитора тоже композитор он по сути тоже передатчик да то есть какой-то космической энергии это свободы воли зафиксированы да вот в мозгу гениальном мозгу композитора и пианист это должен уловить выдающиеся ли это работа или нет но это очень интересная работа которая посвятил всю свою жизнь и конечно же это даже не ремесло хотелось бы думать что вот пианист это ремесло это гаммы это какие-то программы кто-то там говорит вот у меня 30 концерта у меня 50 у меня 60 концертов в репертуаре это все по сути относится к разряду ремесла то количество которое ты играешь а вот качество трансцендентной материи до передачи вот действительно верю да то что ты делаешь ли не верю для меня последнее время особенно очень очень дорого в этом отношении всех превзошел сергей васильевич рахманинов не только композитор как пианист потому что везде верю практически независимо от темпов которые там у него в его записях присутствует везде но все-таки там верю сергей сергеевич прокофьев как пианист когда играет свою музыку тоже верю особенно третий концерт прокофьева я считаю это лучшее исполнение которое если человечество композитор играет свою музыку без барьеров без этих трансцендентных каких-то транзисторов которые должны передать материю композиторах пианистов вы задали основные темы да об этом как раз мы сейчас обо всем и поговорим но я призываю зрителей нашей трансляции задавать вопросы в комментариях я постараюсь отслеживать и если что их озвучивать также нам прислали некоторые вопросы заранее когда мы анонсировали сегодняшнюю встречу я начну с этих вопросов и обращаю внимание что вообще наша встреча сегодня проходит в преддверии концерта закрытия сезона омской филармонии 23 мая омский академический симфонический оркестр представит программу в которую александр яковлев исполнит сольную партию в концерте номер три сергея прокофьева и также прозвучит музыка шнитке и глазунова и так если возможно дорогие друзья поставьте плюсики в трансляции видно ли слышно хорошо ну по моим устройствам все показывает что нормально поэтому я озвучу пожалуй первые вопросы и действительно практически все интервью начинается с вопросов о большом количестве конкурсов которые вы выиграли наверное это не случайно действительно несколько десятков престижнейших музыкальных состязаний и вот в одном из интервью вы сказали что участие в конкурсах помогло в поисках себя вот что вам дали эти поиски как вы оцениваете конкурсную деятельность сейчас когда уже являетесь признанным успешным а иногда помимо слова и выдающиеся даже фигурирует слово легендарный пианист и вам уже ничего не нужно доказывать то есть вот что дали эти поиски и как воспринималась конкурсная деятельность тогда когда вы участвовали в конкурсах вы знаете я все делал какому-то на интуитиве да на каком-то наитью возможно я не скажу что слышал голос с неба который меня сказал лежай на какой-то конкурс выигрывать но в моей жизни все происходило таким образом и когда я уже вот вышел из конкурсного возраста сейчас уже не существует 40 лет уже нет конкурса который бы я поехал и слава тебе господи я это сделал гораздо раньше чем в 40 лет дело то что ощущение таковы что я освободился от неких таких предвзятых рамок то есть так или иначе любой исполнитель любого ранга маленький или большой он прежде всего не две задачи это формировать внутренний мир и оглядываться на своих коллег великих то есть постоянно идет сравнение то есть вот да я уверен даже клаудио абада доска не не всегда они всегда не только находились силы в себе но не постоянно черпали извне и вот конкурсный этап моей жизни это тот момент когда мне нужно было набраться понимание того что я могу сделать сам прежде всего это это не такой собирательный образ что я наслушался как надо играть правильно нет я прежде всего услышал тишину какую-то в себе что ли то есть мне пришлось пройти сквозь эти тернии через очень много в моем случае получилось что было много побед да там ну порядка 50 это уже далекое прошлое буквально лет 8 надо закончить конкурсную карьеру вот ну мне пришлось через эти тернии пройти кому-то 1 как потела конкурса я опять же повторю я не ищу легких путей и вот меня так таким образом судьба вела что я много много конкурсов я мне при мне пришлось пройти в результате я почувствовал это освобождение то есть я могу говорить то что хочу глубоко проанализировав и прочувствовал вот эту материю которую я хочу выразить своему слушателю сейчас замечательная концертная жизнь у меня и я с удовольствием играю как музыку обороченную так и современную музыку недавно исполнил потрясающий концерт своего друга павла левадного уникальный композитор то есть самые современные произведения играю играю музыку николая мэттнера например третий концерт второй третий концерт я раза четыре или может быть даже пять сыграл том числе в санкт-петербурге его исполнил естественно играю сам известные концерты и чайковского и брамса ну предпочитаю второй концерт например первому да все таки первые очень много звучит вот конкурсная жизнь мне дала прежде всего ощущение раскрытия свободы как это ни странно конкурс это всегда ограничение в в рамках определенных шаг лево шаг право расстрел получается как бы индивидуальность там сложно где-то проявить а хочется вот это желание проявить индивидуальности вот из такого ростка который пробивается через асфальт через груду асфальта вот эта груда асфальта это и есть участие в конкурсах если твой росток пробивается и пробился в результате значит все хорошо есть это вот потянул по потонул в этом в этой массе и даже много есть многие случаи когда люди выигрывали конкурс а потом не находили себя я считаю прежде всего это вот это потом конкурс выступление на конкурсах это прежде всего еще концертная практика да вот молодому пианисту 23 25 27 лет ну пока импрессарио заменит его и и потом даже попав крупное какое-то агентство это не факт что тебя будет каждый день концерт может быть один концерт от одного агентства в год я не шучу это все знают обязательно что 100 концерт а конкурсы это вот я хочу играть завтра конкурс в общем-то какой-то театр какая-то площадка может быть еще и очень хорошая площадка например карнеги холда а почему бы не выступить можно ждать очень долго пока пресаре тебя пригласит карнеги холл он просто выступит на конкурсе и получите приз выступить карнеги холли это это машина времени какая-то очень быстро осуществляет твои желания она тебя немножечко вот я я вот с этой позиции рассеяниваю с точки зрения победы с точки зрения каких-то дивидендов там и даже не с точки зрения количества концертов а с точки зрения что это сама жизнь которая хочется вот нырять с головой и участвовать и плыть против течения там шторм в бурю но наслаждаться наслаждаться жизнь в общем конкурсный этап был для меня таковы продолжая количественную тему есть вопрос о текущей концертной жизни вот спрашивают о том что есть разные стили работы например пианисты которые полагаются на свой уровень мастерства настолько что способны в гастрольном туре возить из города в город совершенно разные программы легко давать по 200 концертов в год есть музыканты другого склада отшлифовывающие две-три программы и представляющий только их в текущем сезоне повсеместно вот какой стиль работы все-таки ближе вам сейчас и как понять уровень своих возможностей сколько сольных концертов в год можно считать оптимальным для пианиста лично для вас сейчас и часто ли приходится сейчас подстраивать программу теперь уже не под конкурсные требования а под запросы принимающей стороны да ну тут несколько вопросов я рассчитал это пять вопросов все все вместе попытаюсь сейчас ответить надеюсь не забуду так что тут как бы все все в кучу дело в том что количество концертов пианист не просто себе выбирает можно выбрать себе количество концертов но ты не будешь понимать зачем тебе нужно такое количество концерт например 10 или 110 как почувствовать разницу делать тут не в том что тебе импресарию навязывает эти концерты а дело в том какую миссию ты возлагаешь на себя вот например потрясающий наш замечательный великий дирижер валерий гиргиев он буквально играет три концерта в день все это знают и разные будут мнение зачем три концерта в день но у валерий писала чья своя миссия поднять российскую культуру на какой-то космический педестал это миссия действительно он уже задумывается зачем столько концертов он чувствует себе эту энергию и таким образом он играет 400 концертов в год а может быть и 500 играть простите дирижирует что касается например артиста который связан с механика частности пианист то конечно же если ты или жор и средства силы оркестра они тебе подвластны разных оркестров то ты можешь менять оркестры и давать по 300 концертов пианист 500 концертов не может давать и только в силу своих физиологических каких-то особенностей но просто ну профессиональный пианист руки не переиграет ну пальцы будут не слушаться пальцы будет на такие тонкие ты будешь постоянно не удовлетворен качество но прежде всего внутренней на полность или опустошенность все-таки мы когда говорим об искусстве культуре 21 20 веков возникают очень глобальные вопросы перед любым художником композитором и исполнителем да то есть преломление эпохи да вот как мы можем что мы можем оставить после себя имеем ли мы возможность говорить постулата красоты когда вокруг например какой-то хаос то есть мы говорим о каких-то поднятиях более философских нежели технически вот когда начинается более 60 концертов в год тут либо миссия либо это просто простите зарабатывание денег и всегда критики к этому так относится а значит больше поехал значит будешь зарабатывать больше денег но если ты чувствуешь себе такую миссию например как российская культура такое сложное время да вот культура объединяет да и вот российская культура объединяет нации например да вот как вальту же валерий гергиев во время пандемии вдруг был концерт в вене или концерт в токио когда вообще почти все было запрещено или например у нас сейчас но одна из немногих стран в мире где идут концерты уже почти что месяцев семь или восемь несмотря на вот на запреты то есть в америке в европе люди они понимают что есть выход что скоро закончится пандемия что люди уже ходят на концерты представляете какая сила и поэтому тут много концертов то есть это очень сильно объединяющая энергия которая помогает людям так сказать оставаться вместе вот от этого зависит то же количество концертов что я могу дать когда я играю то или иное произведение вот например был юбилей бетховена я решил играть симфонии приложение листов записывать их видео то есть это были онлайн-концерты кстати онлайн-концерта мы отдельно вернемся тоже это очень интересная тема это были онлайн-концерты потом я вживую стал их исполнять и собственно зачем нужно исполнять музыку листа на фортепиано ну с одной стороны она написана простите музыку бетховена на фортепиано одной стороны она написана листом великим так сказать пианистом и транскриптором да с другой стороны и никто не исполняет потому что она очень сложная и вот я почувствовал такую миссию что нужно не просто исполнить в видео записать чтобы оставить после себя аудио кое-кто записал в европе но вот видео нет и таким образом вот эта миссия меня сейчас толкает к запись запись еще 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 и запишу и потом я буду играть эту музыку для того чтобы вот например сам лист сделать транскрипция того чтобы изучить симфонии бетховена вот в том числе для того чтобы люди лучше простые люди вот вас простые слушатели чтобы они лучше узнали эту музыку чтобы они лучше почувствовали это вот связь людей 17 18 19 вот эта нить которая между нами идет ведь на самом деле не существует какого то как это сказать я считаю так не существует у нас сейчас развитие технического или даже как бы вот человечество не развивается понимает вот я вроде идет разрос такой человек человечества но на самом деле но не развивается то есть каждый человек ограничивается своим отрезком своей жизни что он сделал это все есть можно сложить можно взять опыт предыдущих поколений но по сути вот духовно человечество практически не развивается настоять того же самого времени как в древней греции когда философия родилась практически и общество у нас такое демократия автократия аристократии то есть единственное что на связывает это искусство да вот искусство она такой очень такой тонкой нитью идет да вот искусство она развивается это сейчас опять же композиторский жанр очень немного композиторов потому что люди не знают писать о красоте или хаосе которые вокруг нас вот вот эти все мысли сейчас ваш глобальнейший вопрос сколько нужно концертов я отвечаю таким образом их нужно столько сколько требует твоя душа и сколько какую миссию ты на себя возложил то есть если я хочу играть концерты много вот я захотел играть их в апреле там в мае я обращаюсь ко всем интересами за границы закрыты но в том числе в россии можно играть 10 концертов в месяц можно больше играть и всегда есть возможность найти сыграть где концерт это еще не открылись страны такие как япония страны европы без безграничное количество но очень важно для чего и что ты этим хочешь сказать если ты хочешь что-то оставить все-таки людям какое-то послание там тебе нужно много концертов а вообще хорошее количество это наверное ну так руку на сердце думаю наверное 40 концертов в идеале да вот если ты такой настоящий мастер как григорий соколов например там или евгений кисин я думаю 40 концертов в год потому что иначе ты не наполнишь смыслом содержанием даже если ты большой мастер просто не хватит внутренней энергии ты не можете как усохнишь как цветочек вот попытался вам ответить на вопрос ну вот вы сказали что музыка может и наполнять и и опустошать да то есть вот когда выкладываешься полностью эмоционально погружаешься в эту тему в связи с этим тоже вот был вопрос знакомо ли вам эмоциональное выгорание и бывает ли возникает ли такая необходимость если да то как боретесь с тем чтобы вас не заполняла апатия ну апатия никогда не заполняет лично мой организм потому что он раскрою небольшие секреты своего организма он не действует по принципу как бы сосуда который нужно наполнить но он действует по принципу поглотителя информации то есть когда мне не хватает какой-то определенной информации не просто чувствую пустоту или апатию а я точно знаю что мне не хватает этого этого или этого я не хватает выразительности например можно ведь сыграть концерт просто формально можно выйти на одном профессионализме и и всем это даже кому-то понравится очень многим понравится только конкурсная игра профессионализм можно наполнить каждую фразу смыслом но тогда ты просто выйдешь вот буквально руки опустишь и даже разговаривать ни с кем не сможешь буквально каждую фразу наполнить смысл вот если тебе есть что сказать ты просто вот фонтанируешь словами фразами радостью это прекрасно и прекрасно и состояние для того чтобы сыграть очень тихую и сдержанную музыку потому что ну тут должна быть еще и сила воли до сила воли не пока не показывать насколько ты переполнен то есть выйти тихо то как ты переполнен это твои личные проблемы а как заполнится это уже есть очень много разных методик начиная от погружения себя различного вида медитации молитва я очень часто выхожу просто уезжаю живут карелия у меня рядом буквально каждую неделю если у меня есть какой-то свободная минута я туда еду там есть камни я люблю камни люблю так строить пирамиды из камней очень высокие строят по три по четыре метра есть некоторые пирамиды у меня в саду где живу в петербурге метом сплошные камни мне просто от камней кругом куда не плюнет никому не все время их там трогаю что-то что-то там пытаясь из этого извлечь это мне меня не очень все помогает ну разумеется разумеется книги книги разные бывают по настроению философского содержания или может быть какая-то японская поэзия или ну сейчас я читаю вот задался целью толстого например перечитать тут я потихонечку очень много написал помимо того что детство отрочество юность например там он описывает как он был ребенком и он описывает например это тот момент когда он был на войне до взрослого человека уникальный опыт например книга толстого позволяет раскрыть такие образы детской музыки как где детский альбом чайковского там музыку шумана времена года чайковского я стал читать толстого мне сразу возникло желание записать время на год их тут же записал вот я сейчас работаю записи то есть это ну как бы даже не сообщающиеся сосуды но это постоянно информация которая в тебя поступает и желание ее как-то систематизировать переработать и отдать людям отдать это очень важно потому что иначе она закиснет внутри и ты будешь просто кладись с информацией никому не нужны выполнитель должен отдать должен отдавать всегда ну вы вот затронули вопросы связанные с литературой присылали тоже да было несколько по поводу того что сейчас читаете любимый вообще круг чтения и я так поняла что вы и философии тоже очень сильно увлекаетесь и есть вопросы связанные с отношением к кинематографу художественному изобразительному искусству и я так поняла тоже что вы увязываете другие виды искусства как раз вот с музыкальной до вашей деятельностью непосредственно и вот у нас есть прямо сейчас тоже вопросы от слушателя считаете ли вы что исполнение классической музыки это разновидность музейной деятельности вот можно ли такую параллель провести что подразумевается под фразой музейная деятельность я не совсем это это целый я не понаслышке знаком с музеями в частности русский музей которым я делаю записи бетховена который мы проводим фестивали конкурсы он всегда предоставляет свой зал гигантское количество разных профессий соединенных в одном месте музейная деятельность это какой-то клише понимаете там там работают тысячи людей одни искусствоведы другие они определяют состав картины по химическим каким-то там под подлинность до подлинник или неподлик третье это импресарию которые выставляют выставки привозят например пинекотека она была в москве или в токио приезжают и пессионисты постоянно я люблю в токио пессионистов потому что это то место где должен был родиться импрессионизм а какой-то невероятной случайности они все там почему-то музеи варсо и большинство уйтиц вот это музейной деятельности не существует и существует гигантское так сказать сообщества которая интересуется изобразительным искусством вот тоже самое исполнение классической музыки это не только исполнитель и композитор но и это прежде всего образованный слушатель да вот слушатели надо воспитывать то есть чем больше человек поглощает классической музыки тем больше ему хочется тем больше ему хочется погрузиться в эту глубину то же самое с картинами мы сегодня имеем потому что потому что мы имеем большое количество информации любой ребенок он может спросить не педагога как вот дело обстоит или мама залезть google да и причем ничего не понять что там написано будет большое количество информации который мы не можем обработать вот за счет этого очень многих сообществах в цифровых там всяких фейсбуках социальных сетях появилось гигантское количество людей которые думают что они все понимают например они могут спокойно рассуждать о рембрандте никогда его не видев просто вот цифровое изображение не посмотрели ведь надо посмотреть ни в одном музее да они могут они не знают откуда эти светотени появились а ведь это тени на картина примат я знаю просто специалист появились от того что он экономит просто на на красках на каких-то красивых веществах они выцвели буквально через 50 лет это никто что он какую-то глубину там он естественно глубину закладывал но не должны быть более цветные картины этого люди не знают они начинают они приходят слушают прокофьева говорят ну это музыка какая-то сумбурная они не знают что эта музыка солнечная сергей сергеевич писал на 3 концерт течение 7 лет 7 лет он темки собирал начали вторая часть появилась у него в тринадцатом году тема второй части с вариациями потом появились темы в первой части шестнадцатом семнадцатом году по восемнадцатом году появились две темы к третьей части таким образом он выискивал эти крупицы красоты то есть не просто он прошелся по музею посмотреть ко мне-то нравится все я это пишу он семь лет выискивал одну тему да вот как и причем он мозг величайший величайший мыслитель сергей прокофьев а как люди простите могут это все систематизировать называет музейная деятельность классическая музыка например вот вам очень простой пример музыку баха свое время него же сыновья баха называли отца композитором в пыльном парике то есть это уже то что не актуально музыка которая проросла сквозь все эти сотни лет это говорит о том что даже профессионалы они могут ошибаться что уж говорить просто слушателях или зрителях которые приходят в музей то есть они к сожалению по прошел гигантский отрыв там вот то есть все дозволенность позволило нам считать что мы все знаем а в нашем в познаниях наших практически ничего не изменилось потому что мы познаем все не только через черный квадрат да но через очень много видов зрения через вкус то есть через путешествие прежде всего ну для начала пять-шесть крупных музеев вот немножко объедь там прада в цюрихе галерея там я не знаю но в том числе русские музеи и эрмитаж чтобы хоть какое-то представление там составить может быть адекса они буквально то есть весь период вот поэтому я не могу сказать вообще озвучить музейное что такое затхло и что тот вопрос который был я не смогу на него ответить понимаете степень глобальную степень подхода да но я могу судить как профессионалам вот уже а живопись я не могу судить я могу сказать лишь что это нравится нравится и это будет на сегодняшний исключительно мое мнение то есть это не будет не профессионал ну вот это вы сказали что публику надо воспитывать но вот такой момент связанный с искусством что здесь же речь идет не о передаче каких-то сведений и знаний ну вот действительно то что можно прочитать в интернете да и даже в какой-нибудь очень очень хорошие книги и я сейчас говорю не о концерте то есть непосредственно когда можно пережить какое-то подлинное впечатление ну либо просто провести время скажем так вот все-таки искусство связано с тем что человеку самому как бы на свой страх и риск нужно приложить какое-то усилие каким-то образом вложиться чтобы услышать и да то что говорит композитор то что говорит исполнитель вот данный момент времени здесь и сейчас и вот в этом смысле можно ли каким-то образом подготовиться к концерту то есть не знаю какую-то настройку провести и либо что-то действительно нужно почитать может быть послушать разные исполнения то есть если какой-то рецепт предварительная работа самому слушателю если он хочет стать ну скажем профессиональным слушателем немножко связь прервалась мы сейчас она вернулась на место я считаю так что слушатель который приходит на концерт во-первых даже он не должен знать чтобы будет происходить на концерте это очень важно это первый момент второй момент он должен быть подготовлен к тому что ему придется сейчас работать над собой не просто так музыка это не развлекательный какой-то жанр сейчас к музыка и развлечение это не знак равно то есть эта работа над собой это вот как прийти какую-то лекцию на какую-то урок то есть человек приходит на концерт чтобы внутренне обогатиться да это второй момент если человека музыка трогает она его может так тронуть что изменить на всю оставшуюся жизнь а он не знает этого произведения он например не знает что музыка нитки написано одновременно с его работой в кинематографе он работал с михаилом рома и писав музыку кинофильму я все-таки верю и там никаких параллелей нет но вот этот отпечаток аналогия двадцатого века как такового двумя мировыми воинами да с тем что это все происходило и он даже думал назвать не симфония антисимфония то есть это борьба хаоса и порядка там насколько я знаю выходят люди во время исполнения даже там ударник 1 убегать они какие-то хаотичные звуки производят потом выходит дирижон и он показывает им как надо будет порядок вот человек должен быть с открытым сознанием что-то все понять что пока не выглядела цирка то есть он должен максимально практически как в церкви прийти очиститься вот для этого да в церкви есть такое понятие как маски за там или ты не ешь мясо там несколько дней я бы внедрил такое понятие для классической музыки ну а ну и есть не забивать голову мусора выключить новости потрясающие которые одно одно и то же каждый день такое ощущение что там должны в этом кричат но лично я когда если вдруг не дай бог включу телевизор там на меня кричат говорят непонятные слова я не понимаю чем они говорят выключить новости хотя бы на 35 дней вот этот телефон от которого мне даже пальцы болят настолько не он спят с ним они и здесь не входит в лес идут и фоткают делает цветочки вот эти вот которые вот это самый потрясающий прибор глаза который никогда человек не сможет вас создать ну практически не будет там миллиард пикселей но потому что он непосредственно связан с мозгом напрямую а все остальное уже вторично уменьшить количество вот этого цифрового мусора и еще очень важно что мы получаем гигантское количество звукового мусора мы не замечаем найти тихое место в городе практически не невозможно не вот именно по этой причине ухожу в лес там да там даже птицы на птице это нечто это иная субстанция но иногда даже птицам не мешают услышать полную тишину полная тишина это то что нужно и прослушивание классической музыки вот такая подготовка пожалуй для каждого зрителя я бы рекомендовал и потом когда тебя музыка действительно зацепила если тебя музыка не зацепила есть просидел концерты подумал какая ерунда зачем я сюда пришел то не надо зато цепляться и доказывать тебе ничего не надо просто не понравилось уходи на другой концерт или вообще не приходи но если тебя музыка зацепила тогда уже надо взять послушать открыть книги о чем писал автор о чем он хотел вообще сказать почему так странно такой состав почему вдруг все выходят на сцену что чтобы что происходит ради чего ты даже целое это стал гениальный человек альфред горечник не просто так он мыслитель он философ такой же как кант иистотель для чего-то он здесь мы имеем возможность эту музыку слышать мы не имеем возможности услышать к сожалению музыку аристотеля ведь он тоже писал вот то есть таким образом возможно подготовиться классическому концерту спасибо большое за рецепт такой обстоятельный вот вы сказали про момент тишины но наверное еще момент не только физической тишины перед концертом но и момент тишины некоторых представлений которые уже сопутствуют ну то есть какие-то представления о композиторах в культуре существует может быть как-то их приостановить наверное будет справедливым сказать что музыка прокофьева или шнитке если она обозначена в программе то концерт будет считаться более сложным чем например концерт с музыкой моцарта чайковского ну вы уже упомянули что произведение которые будут звучать 23 мая это солнечная музыка очень структурированная упорядоченная вот кстати сергия прокофьева структурированная что касается альфреда горячих нитки то там будет музыка преследовать идею от хаоса к структуре тоже упорядоченная какое-то нахождение внутренней гармонии в конце и под вопросом все-таки будет это под такой печатью я все-таки верю да все таки я верю что вот она а у прокофьева ты веришь страну потому что ну он он писал это еще до заграничного периода и он вообще был наполнен несмотря на у него сложная была жизнь но всегда был наполнен светом тот случай когда его было больше одного человека выделили целое солнце понимаете но вот не умеет делать было рассчитано на миллион человека получил один вот это сергей прокофьев поэтому конечно тут сама по себе музыка будет светлая и структурированная и я кстати с вами не совсем согласен что музыка моцарта или чайковского она будет проще вообще не вообще не согласен потому что если взять музыку моцарта этого гения который прожил человеческую жизнь полную ушедших окрама то вообще консенсия наполненность здесь взять единицы красоты да вот чем она помогает вот единица горькости не да вот перца а если единица красоты я убежден что на вид вот у моцарта она сверхинтенсивно жизнь нескольких людей в одну жизнь каждый момент люди обычно воспринимают ли как мелодичную куда но мелодия вот эта напевность это это всего лишь фасад на котором скрывается гигантская классовская работа музыка моцарта она нелегкая вообще нелегкая абсолютно нелегкая я уже молчу про петра и лечить его потому что его музыка она она просто на грани разрыва вообще душе и тело то есть когда уже материя начинает план плавится страсти от какой-то него была гигантская воля гигантская воля которой он и большая душа он пытался сознать весь мир который происходит и при помощи этой воли систематизировать у него вот это было дисгармония его центр душевный он передавал гигантское количество информации на бедный несчастный мозг то есть там даже несколько нот тихий какой-то момент это гигантское напряжение что все-таки музыка прокофьева это солнце вот вот на ки вам солнце вот облака в штанах вот 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 это образ а чайковский это постоянно работа над собой поэтому музыка несмотря то что она такая на на пивная чайковского и моцарта она все-таки может быть будет в разы даже сложнее чем музыка шнурки и прокурсово для восприятия настоящего очень интересно очень интересно еще вот знаете хотела спросить сейчас загляну в чат не если вопросы так да я вот еще хотела спросить в интернете есть такое видео где профессор татьяна черниговская рассказывает о каком-то пианисте александре яковлеве с которым она общалась которого слушала это речь идет о вас или каком-то другом вы знаете это видео ну-ка я предположу что это обо мне идет речь потому что я знаю татьяну она слушала в концертах она рассказывала тоже вот о беседе с вами я хотела некоторые моменты тогда вот которые она упоминала прояснить потому что мы рассказываем тоже об этом слушателям нашим вот она говорит о том что у нее впечатление от вашей игры от вашего стиля от вашей исполнительской манеры что звук течет из пальцев не из рояля а физически она фактически наблюдает этот звук и вот только он то есть это не просто воспроизведение какой-то музыки а непосредственное вот как бы ну ее вот создание в этот момент еще она упоминала такой момент что у вас интересные отношения со временем вы говорите о том что она может растягиваться и сжиматься вот этот момент можете ли вы прояснить еще о том что за 7 секунд примерно до начала вы вас прокручивается целиком все произведение то есть так ли это или нет и вот в целом и вот тоже из самого начала беседы с вами вы часто говорите про трансцендентная метафизическая философская какое-то другое измерение то есть вот какие-то такие темы поднимать и ну скажем которые по отношению горизонтали жизни это что-то перпендикулярное вертикальное совершенно другое то есть вот как-то прояснить какие-то вот эти моменты можно ли вас попросить ну я слышал эти высказывания по ходу музыка течет из пальцев это метафористическое высказывание она разумеется с пальцев не течет она как бы может быть даже этими пальцами на приостанавливает то есть она действительно течет да то есть мы не будем сейчас подробностей несколько видов мозговых альфа они действительно идет излучение действительно она идет из головы причем мы люди вдали как бы исполнитель и слушатель это одно целое почему потому что у нас одни и те же колебать когда они попадают это вот получат просто про физику говорит когда они совпадают в одно амплитуде входят то мы начинаем понимать друг друга и получать этого удовольствие особенно удовольствие от того получаем когда у нас есть что-то такое в голове что уже повторялось не один раз но одно и то же событие вот так всегда повторность никогда но это повторность надо при очень так сказать время преодолевать чтобы мозг развивался большее количество вариантов загружать мозг для этого существует даже медитации музыка фактически она да она идет распространять не только вот этими открытыми волнами которые ученые там открыли там еще тысячи разных вариантов мы не будем забывать что эти но сфера она действительно есть да вот общее есть есть общее например коллективное сознание да вот когда вот мы не будем забывать что буквально по несколько тысяч лет назад он у нас грянул гром и мы говорили о это землю громобежность там лечит тысяч лет это буквально вчера то есть сознание нашими не изменилось у нас миш в крови мы видим да и чувствуем мифически мы хотим верить потусторонние силы и так далее так далее так далее более того эти силы еще и существует действительно они существуют но мы их не можем никак объяснить мы приходим на концерт пианиста вот он играет пальцами своими у них какой-то фраг черный он выглядит как-то презентабельно начну до что какое-то действие должно быть тут не надо смотреть на пианистов действительно надо смотреть как течет музыка как музыка дотекает по ним сознание вот может быть татьяна владимировна у нее потрясающий колоссальный мозг она все пытается объять все виды искусства все науку вообще все в одном человеке это сделать я считаю практически невозможно невозможно потому что для пианист я уже не могу разбираться от живописи как бы я не старался я буду это говорить с точки зрения дилетанта ну так говорит профессионалов вот или иной углы есть люди которые систематизируют колоссально пытается мотивировать и она в одном право что музыка действительно течет да это точное явление которое я фиксировал сам себе и я наблюдал за публика перетекает между нами потому что другой так далее и оттуда от республики ко мне тоже возвращается . мы сообщающим если наши сосуды не сообщается концерт можно играть встать и уйти и не играть очень часто так поступал микеланджело великой пианисты много пианистов которого чувствует не идет они прям разворачивались выходим я всегда играю стараюсь не быть таким вот каким-то контроверсивным героем который аксель эпатажно ведет вот но тем не менее музыка течет из пальцев течет едва ли потому что это все лишь придатки которыми я могу что-то сделать это уже романтический мифический какой-то что касается того что я могу сыграть в голове прокрутить произведение которое придет 40 минут это факт это абсолютный факт я не вообще очень интересная работа со временем любой художник он постоянно работает со временем но вот когда мы приходим например в галерее мы видим картины которые уже зафиксированы во времени да то есть они уже были кем-то написаны и вот этот образ времени мы видим перед собой и начинаем на эту тему фантазировать в музыкальном мире когда идет воспроизведение непосредственно 10 сейчас происходит процесс это образ действия образ действия как говорил игорь травинский и вот конечно же этот момент надо учитывать что время растягивается сжимает время растягивает совершенно время совершенно верно время растягивать потому что этот образ действия это образ то есть у него есть определенные временные рамки и вот любой музыкант он четко работает со временем он знает когда должно там высказать ружье которое висит когда есть . золотого сечения то есть вся драматургия целом когда дома ты работаешь тут пройдите тысячи раз его играешь более того задача в том чтобы грубо говоря эту информацию не то чтобы скомплексировать но уже очень небольшой файл чтобы он у тебя сохранится в голове чтобы еще и еще и еще получить новую информацию информации уже вот духовно-трансцендентного тока то есть ноты звуки и укладываешь голову ты действительно можешь прокрутить любое произведение до 10 секунд 10 вы моды работает на подобающем уровне а вот что касается какой-то микро ощущение мира чрезвадные органы чуть которые мы имеем работал энергетикой то это требует колоссального мозгового потенциала и для этого артист выходит на сцену то есть сама информация о произведении который сейчас исполнит она вот так вот такого размера буквально микро микрон голове но он должен целый час ее раскрывать и расширить пробовать сам для себя и для слушателя вот в этом отношении вот это сложно а уместить в голову произведение размером 30 минут прокрутить его за 9 секунд это не сложно не сложно спасибо вам огромное за интересную беседу мы будем с нетерпением ждать и продолжать вашего концерта 23 мая всех приглашаем спасибо большое спасибо большое приходите обязательно программа очень интересная шнитке и прокурки буду вас ждать всего доброго завершаем нашу трансляцию приждите обрезать 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 обрезать